Эмоциональность и амбициозность кубанцев, уникальный колорит региона и ответственный подход к работе целого международного архитектурного бюро. Все это нашло отражение в проекте 45-тысячного футбольного стадиона. Макет новой арены Кубани, авторы проекта в Краснодар приехали представлять лично. Когда мы думали над проектом, а проект был очень сложный, мы думали как передать красоту и колорит региона, города. И мы решили, что это будет замечательный цветок, что-то вроде подсолнуха, в лепестке которого играют лучи солнца. С технологической точки зрения это инновационный проект, уникальный и по дизайну, и по оснащению. Такого нет в мире. Такой стадион теперь появится в России, здесь, на Кубани. Я горд этой работой. Подсолнух в понимании итальянского архитектора Луиджо Бенанти – это фасад стадиона. Огромный каркас из металлических пластин золотого цвета. Материал инновационный. В мире с его использованием пока построено всего несколько зданий. Уникальный сплав из меди, улова и алюминия. Легкий и прочный. Под ним серьезная конструкция, которая защищает все зрительские места в случае непогоды или солнца. А подобное расположение трибун и вовсе есть только на трех стадионах в мире. Для футбола это просто уникально, поскольку мы приближаем максимально зрителей первый ряд к полю. Мы видим практически перед собой игроков. И угол наклона трибун второго яруса тоже позволяет видеть их прямо перед собой. Это очень хорошая характеристика. Для такого стадиона, огромного, 45 тысяч, возможность найти такое решение или найденное решение, оно очень показательное. Полностью соответствующий столичному облику, опережающий время, архитектурный проект. Это оценка градостроительного совета города. Своё слово сегодня сказали и президент клуба Александр Ткачев, главный инвестор Олег Макручан и болельщики. Для всех презентация проекта стадиона, о котором так много говорили, момент долгожданный. Тоже вместе с вами очень долго думали, размышляли, каким его делать, какой архитектурный проект, какое видение. Задача стояла, наверное, одна из самых важных, его сделать не похожим на другие стадионы. Я думаю, что золото это и колос, это наша тоже такая отличительная черта, это наш бренд. Это тонкая часть, решеточка, она, естественно, не несущая, она только отражающая солнце. Естественно, сама несущая конструкция, она внутри, сам скелет стадиона. 45 тысяч мест, мы тоже долго рассуждали, 40-45 тысяч, как лучше, но взяли максимальное количество. Для болельщиков, для фанов, это целый театр, зрелище. Звук, конечно, другой, правильный вопрос задавался. Любой, так сказать, 10 человек скажет слово «Кубань», уже это будет слышно, уже это будет... А если все 40 тысяч, то, конечно, это будет... Наши противники будут падать с ног. Самые ревностные болельщики, члены фан-клуба «Кубани», еще до начала презентации внимательно осмотрели макет, выяснили тонкости проекта. Самое все равно важное, это внутреннее убранство стадиона. И вот именно по внутреннему убранству, по строению, по расположению, болельщик должен быть очень удобным и комфортным. А для нас еще очень главное, что будет очень хорошая акустика. Из плюсов хочется отметить то, что трибуны близко к полю, нет беговых дорожек. Лично мне это очень нравится. Козырек накрывает места для болельщиков. Болельщикам, думаю, от этого будет намного комфортнее, если вдруг погодные условия испортятся. Когда? Это главный вопрос болельщиков. Арену начнут строить в следующем году. Стадион займет свое место в большом городе спорта, на улице Дзержинского. По проекту, вместе с парковой зоной, площадь составит около 50 гектаров. Наши задачи, они амбициозные. Мы хотим как можно быстрее закончить строительство стадиона. Мы бы очень хотели, что начало чемпионата 2016-2017 год, начать на этом новом великолепном стадионе. В том, что лучшие в стране футбольные болельщики будут регулярно заполнять 45-тысячный стадион, сомнений нет. Президент клуба, в свою очередь, подчеркнул, к моменту открытия арены, ее международному уровню должна соответствовать и команда-хозяйка. Тренеры приходят и уходят. Игроки приходят и уходят. Главное, мы есть с вами. Есть болельщики, есть фаны. Есть те, кто сегодня тоже любит футбол, больше, чем деньги. Мы любим футбол вместе с вами. Мы будем строить стадион, будем развивать команду. И, конечно, наша пятая позиция сегодня, я не скажу, что нас устраивает в полной мере, но это достойная позиция. Мы будем дальше, мы будем пытаться бороться за, так сказать, большие результаты, но это должен быть процесс эволюционный. Мы должны готовить команду ментально, психологически, болельщиков, стадион. Это большой спорт, это вовлечение огромного количества людей в спорт, одни будут играть, другие болеть. Поэтому вот такое решение и такой стадион, я очень надеюсь, что он появится и будет украшением нашего города. Проект Кубань-Арена предусматривает возможность проведения не только футбольных матчей мирового уровня. По замыслу авторов, уникальная акустика сооружения позволит стадиону стать одной из лучших концертных площадок в стране.